Не было печали, да пришел капитальный ремонт. Жителям многоквартирного дома на улице Мочилова в Сормове показали, во что превратил их дом капремонт, проведенный в 2017 году. Раньше это был сухой, теплый дом. Теперь текущий с плесенью и грибком. Люстра полная постоянно, воды. Углы текут здесь, вот смотрите, вот угол. Через панели капает все, то есть живем с тазами. Труба отопления, которая проходит с крыши, она сырая. Обои новые, грубо говоря, 2000 стоят, отвалились. То есть здесь надо все переделывать. Течет здесь, здесь течет. Я пытался их замазать, затереть, бесполезно, ничего не помогает. Вот здесь вот начинает появляться грибок. Вот видите, все обои, вот. Они скотчем приделаны, чтобы они вот так не расклеили. Ремонт сделали недавно. Все испортилось. Обращался во все инстанции. ЖЭК, потом в этот, как его, ДУК, потом капремонт обрешал. Капремонт сказали, что ничего не могут сделать. Потом даже в прокуратуру обращался. Они сказали, что дали куда-то дело. Не знаю, куда дали. Письмо отправили, что будут разбираться. А я уже в два года так. Перед капитальным ремонтом крыши был сделан капитальный ремонт в подъезде. То есть прошло полтора года максимум. И это все потекло, и это все дотекло уже до третьего этажа. Дождик пошел на улицу, и дождик пошел в подъезде. Все капает, вот, пожалуйста, прям со счета, вот. Все по счетам, все капает, по стене, все течет. В 2017 году был произведен капитальный ремонт. Как раз в зиму начали делать, там снегом все засыпало нафиг, а потом крышу поставили, он начал таять и полилось во все дырки. Здесь получается и плесень, и грибок, и что только нет. И можно с этого сразу сделать выводы. Это и заболевание, и отдышки, и что только нет. Ну, короче, все понятно с этим, с болезнями. Хотелось бы обратиться к дирекции фонда капитального ремонта. За что мы платим деньги, за какой ремонт, и зачем он вообще был нужен. Мы купили квартиру в 2011 году. Жили шесть лет без этого ремонта. Нигде ничего не капало, не текло. Сделали в 2017 году, и теперь мы живем с тазами. Подрядная организация, которая наделала этот капремонт, стройэнергомонтаж. Офис у них есть, но там пустота, спросить не с кого. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Остались только заблокированные расчетные счета, и ни одного сотрудника. В общем, ситуация такая. Мы делаем все возможное, но, понимаете, как бы при заблокированных расчетных счетах, при долгах огромных, я не могу даже нанять себе на работу штат, потому что я не могу платить зарплату в связи с заблокированными расчетными счетами. И отсутствием денег из своего кармана. Деньги я бы достал, но их у меня тоже нет на это устранение. В фонде капитального ремонта заявляют, что уже несколько раз по вызовам жильцов приходили в этот текущий дом, чтобы зафиксировать ущерб. Подрядчик нехороший, он у нас уже внесен в реестр недобросовестных подрядчиков. На сегодняшний день ему было письменное уведомление о устранении недостатков. Он не отреагировал, так как у него финансовые трудности, но мы сейчас обращаемся в суд для того, чтобы в судебном порядке принудить подрядчика и исполнить свои гарантийные обязательства по ремонту данной крыши. В фонде капитального ремонта надеются заставить подрядчика устранить все проблемы и возместить ущерб. Только как это будет делать фирму, у которой нет денег, а счета даже уже и арестованы? Даже если суд вынесет решение, в пользу жильцов непонятно, откуда подрядчик будет изыскивать средства. Напомню, что Геннадий Дурдаев, возглавлявший Нижегородский фонд капитального ремонта, был уволен по итогам работы. А начальник отдела капремонта многоквартирных домов сейчас за решеткой, так как был задержан при получении взятки.